Во-первых, хочу искренне поблагодарить ребят за характер, за то, что выдержали тот тактический план, который мы понимали на игру. Мы прекрасно понимали, что ситуация приблизительно одинаковая, только разные полюса турнирной таблицы. Балтика вверху турнирной таблицы реально стоит задача выхода в премьер-билу. Мы оказались в очень сложной ситуации, занимая на сегодняшний день, принимая в этой игре последнюю строчку в чемпионате. И мы прекрасно понимали, что после двух поражений Балтика будет все дело для того, чтобы одержать домашнюю победу. И нам отступать некуда было. Приняли тактический план, сыграть по схеме 5-4-1. 5-4-1 строго перекрыть все зоны. Все зоны с учетом сильных качеств. Фланги сильные. И терпеть, терпеть, терпеть и искать счастье. Стандартное положение и быстрые атаки. Из-за этого я очень ребятам благодарен, что до конца вывезли план. И в быстрой атаке, в быстрой атаке, наказали команду Балтики, заработали пенальти и реализовали его. В принципе, вторая половина второго тайма, читаемо все было. Действия Балтики на вал, на вал, на вал, на касьяна туда, на высокорослых защитников, которые участвовали в атакующих действиях. Ну, практически шансов никаких не дали. Именно таких реальных шансов. За что ребятам очень благодарен. Карди, вопрос. Павел Михайлович, вы сказали, что, значит, с теми, кто от вас ушел, а их оказалось трое. Павел Михайлович, что вы бы, ну, и разговаривали с ними, не хотели бы. Значит, как они сегодня на вас произвели, бывшие ваши подопечные? Вы же, мои слова сейчас воспроизвели, я не смотрел, и как произвели, никакого впечатления. Я смотрел за игрой своей команды. Это проблема их, это не моя и не наша проблема. В следующий день команда «Факела» держала хорошую победу пред том, что очень строго сыграли в обороне и качественно провели атакующие действия. У нас и в первом тайме были возможности, да, и в начале игры убегали в быстрой атаке, просто не хватало где-то хладнокровия в завершающей стадии. И во втором тайме были предпосылки. Мы понимали прекрасно, что их будут, и Балтика играла в три защитника. Они на всех участках давление, попало со сменой места, взаимозаменяемостью, все. Мы знали это все, они перекрыли все зоны, фланги перекрыли, откуда мы предполагали, что будут идти туда на весы, на высокорослого Касьяна. Никаких шансов у меня не дали, когда не было. Андрей Павлович, ну, имея такое подавляющее преимущество, мудрецкая проиграть. Ваши коллеги были такие матчи? Да, конечно были. Почему не было? Дело в том, что я немножко поиграл, обидно такие матчи даже в мячевые игру, не говоря уже про игру. Просто-напросто. Это что-то невероятно. Имея полное преимущество, полное владение мячом, особенно во втором тайме, ныне реализован в свои моменты, за какую игру, что характерно. Это вот нас уже самих начинает настораживать. Поэтому, что нам остается работать в этом плане. Будем работать над завершением в атаке, чтобы реализовывать все те моменты, которые есть. Калибр, вы понимаете, психология или все-таки? Я считаю, что просто в этой игре конкретно, да, команда сыграла очень хорошо в обороне, закрылась полностью. Ее сложно было открывать. Через центр это было проблематично, даже видно было по первому тайму. То есть мы постарались игроков направить на игру через фланги, за ставкой мяча обшеркнули. Но, по крайней мере, пока мяч не идет у ворота. Может быть из-за того, что хорошо сыграла оборона соперника. Может из-за какого-то невезения. Я не скажу, что наши футболисты недостаточно опытные в плане игровой практики. В плане технической оснащенности, я думаю, что здесь где-то может быть элемент невезения, если у станции. Андрей Павлович, ну вот действительно, с левым флангом еще как-то на левый шли наши игры. На правом не использовали абсолютно фланги. Ну, я с вами не соглашусь, особенно в втором тайме. В правом фланге мы все равно... В первом, да, я согласен, в первом была проблема с правом флангом. Мы на это и обратили внимание наших футболистов. И даже посмотреть, у нас с правого фланга достаточно много было доставок в штрафную, где могли они закончиться игру. И то же самое, ну, посмотрите, 14 угловых сегодня вроде пробили. И ни одного не смогли беззаровать. Хотя мы работаем над этой ситуацией по стандартам. На тренировках, заготовки различные делаем. Но, видите, сегодня так не получилось. Видимо, хорошо собирал оборон соперников. Андрей Павлович, но четыре игрока все время у нас были в защите. Идет атака. Кого? А у них один нападающий впереди был. И они охраняли наши четыре защитника одного нападающего соперника. Ну, я еще раз хочу сказать, опять же, я могу с вами не согласиться. Почему? Потому что... Вы специалисты, конечно. Да. Ну, мы все специалисты. Вы как специалисты... По своей мере. Да, смотрите, анализируете. Мы, как тренерский штат, тоже смотрим, анализируем ситуацию. Может быть, в каких-то моментах вы и правы, что где-то осталось много человек в обороне. Но, по крайней мере, мы старались сделать так, чтобы команда была больше в атаке. И, по крайней мере, банковые игроки, которые у нас играют как в обороне, так и в атаке. Это Скольпинцев и Дима, Карин, в общем, он, они всегда стараются, мы стараемся их направлять, чтобы они играли в нас в атаку. Ну, не знаю, вы сверху ли, но было ли дней по ситуации. А вот от них у нас три игрока, которые не могло ли повлиять, что все же психологически я против своих, они или перегорели, наоборот, доказать, что от них избавились, или с другой стороны? Я думаю, что нет. Ребята хотели, было желание доказать своему бывшему тренеру, что они хорошие футболисты. Я думаю, что по игре к ним нет никаких претензий. По реализации там уже мы сами идем. По самой структуре игры, я думаю, никто не пригодит. Вообще к игрокам команды, я думаю, что ни у кого нет. Еще есть вопросы. Почему Памазан на последних минутах не прошел штрафнуть соперника? У нас достаточно высокоростных игроков, которые могли без Памазана, если что, забить. Поэтому я не думаю, что это имело смысла. Тем более, не наигрывали в ситуации. Просто на вал. У нас достаточно высокоростных игроков, которые пошли туда. Там было порядка семи игроков, которые боролись за этот мяч. Поэтому я не думаю, что восьмой игрок сделать какое-то преимущество атаки. Патрий Павлович, а все бои когда придется? Я думаю, что мы уже его спорудим. Может быть, даже, да, на ближайшей игре. Сейчас он уже начинает кататься в общий год. А вы хотите связать с ориентировочным бутылом? Таким образом, в матчах уже усилие поражение с тем, что нет данного тренера, скажем? Ну, возможно. Хотя, главный тренер нужен. Есть тренировочный процесс. Ведет, общается. Футболисты. Возможно, не хватает харизмы какой-то. По скамейке. Андрей Павлович, обычно в такой ситуации тренеры переговариваются по ходу. Значит, корректируют главный тренер, исполняющего обязанности. У вас не было? По крайней мере, не видел я, чтобы вы там... Я не могу оставить этот вопрос без комментариев. Коллеги, учились вопросы? А вы на купщую группу планируете использовать состав? Может быть, поедет туда основы или... Ну, более-менее, это был резервный состав. Игроки, которые меньше играли. Нет, поедут все игроки. Какой бы состав решить вам тренет.